25 новых квартир для переселения из аварийного жилья до конца года планируют отремонтировать за счёт городского бюджета. На эти цели предусмотрено порядка 10 миллионов рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Севастополя. Это квартиры, которые были застройщиками в рамках инвестконтрактов, переданы городу на безвозмездной основе, но в соответствии с инвестконтрактами они передавались в строительной готовности без отделки. Эти квартиры будут направлены на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным кодексом. Мы должны предоставлять квартиры с отделкой. Правительство одобрило заключение контракта с предприятием «Горсвет» на восстановление наружного освещения в 10 селах Орлиновского муниципального округа. По договору все работы должны быть закончены до конца года. На восстановление 112 точек наружного освещения выделено 3 миллиона 761 тысячах рублей. Все села будут освещены. У нас есть программа развития городского освещения. Она будет реализована в течение ближайших лет. Сейчас мы проводим инвентаризацию сетей наружного освещения. У нас не все сети поставлены на баланс, и не вся сеть инвентаризирована. Кроме того, правительство утвердило порядок расходования 500 миллионов на ремонт семи автодорог. В рио губернатора призвал директора департамента городского хозяйства и профильного заместителя контролировать ход ремонтов автодорог с выездом на объекты. Дмитрий Овсянников порекомендовал членам правительства участвовать в общегородских субботниках. Напомним, традиционно месячники чистоты проводятся в Севастополе весной и осенью. В этом сезоне правительство утвердило две даты – 24 сентября и 22 октября. Организацией мероприятий займется департамент городского хозяйства.